Доброе утро, страна! Екатерина Антонова, Мариана Муренкова продолжают вас будить в этот замечательный день. Во-первых, это пятница. Во-вторых, это 0-2-0-2. Да, сегодня 2 февраля. И может быть там где-то отмечают День Сурка. У нас никакой рутины. Да. Да, потому что у нас гости сменяют один одного. Да, тем более. И следующий уже в студии. Да, тем более, да, как ты сказала, 8.22 на наших студийных часах. И действительно пора появиться следующему гостю. А вернее, наши постоянные рубрики. Следующие у нас пора появиться в эфире. Светлана Кашицкая. Мы рады приветствовать вас этим утром. Что у нас сегодня на завтрак? Или, возможно, не на завтрак? Доброе утро. И тема, которую я хочу сегодня поднять, это кофе. Любимый многими напиток. Чашечка вот этого ароматного кофе всегда поднимает нам настроение и бодрит на весь день. Некоторые, кстати, предпочитают крепко заваренный кофе смягчить молочком. Но полезно ли пить кофе с молоком? Давайте сегодня разберемся. Итак, основное действие кофе, что это, за которым мы, кстати, его и ценим, это кофеин. Он возбуждает нам нервную систему, стимулирует работу нашего головного мозга, помогает нам бороться с сонливостью. Но главное, он же нам поднимает настроение, потому что он поднимает у нас дофамин. А дофамин – это гормон удовольствия. Действие кофеина заканчивается, и настроение у нас опять падает, и нам нужна следующая порция. Так развивается привыкание к этому напитку, которое как заболевание. Света, а вот я почему-то в последнее время думаю о том, что кофе – это эффект плацебо. Потому что оно не будет, но это традиция. Действительно, на самом деле, давайте так, кофе, конечно же, нас будит и бодрит, но когда вы делаете это изо дня в день, это уже ритуал, понимаете, который у вас связан уже в коре головного мозга с тем, что вот сейчас я проснусь, мне нужен этот ароматный напиток. Поэтому очень сложно отказаться от кофе. И очень многие, например, я, я не пью, я кофеман в прошлом, я не пью кофе уже шестой месяц, но мне нужен ритуал, я заменил его на цикорий. Так вот, что влияет на вкус нашего кофе? Это метод приготовления, размер помола, температура воды, время приготовления, процесс обжарки и заваривания. И чем темнее обжарен кофе, тем больше в нем горечи. Я рекомендую пить кофе только в первой половине дня и ни в коем случае не на голодный желудок. Что происходит, когда мы добавляем в кофе молоко или сливки? Молоко не дает кофеину поднять артериальное давление, так как не дает кофеину просто сузить сосуды. А при этом мы бодримся? Безусловно. То есть все хорошо от молока? Да, все прекрасно. Оно смягчает вкус кофе и немного снижает содержание кофеина. На этом, я вам скажу, полезное действие молока заканчивается. Да, потому что у меня встречный вопрос. Вот такое, я даже не могу назвать это напитком, кофе с молоком. А что же происходит с нашей печенью в тот момент, когда мы это употребляем? Так, давайте так. Во-первых, я скажу, что кофе и молоко, все верно, приносят нашему организму больше пользы, если мы все-таки употребляем это раздельно. То есть вот эта смесь, она меньше принесет пользы, потому что молоко содержит полезный для организма кальций, а кофе нас тонизирует, ускоряет обмен веществ. Но почему я не рекомендую увлекаться таким соединением? Потому что в составе кофе есть танины, они не позволяют белкам молока усвоиться. И в итоге вот эти танины и казеин молочного белка объединяются в такие субстанции, которые очень плохо усваиваются и расщепляются. И если вы пьете много кофе латы или капучино, то эта субстанция просто осядет в желудке, и это провоцирует образование камней в желчном пузыре и в почках. Но сразу скажу, не нужно бояться и не впадайте в крайности. Если вы пьете одну-две чашки в день, то никаких последствий не будет. Просто помните, что кофе с добавлением молока и других компонентов утяжелит напиток, и калорийность увеличивается от 5 до 150 килокалорий. И кожа наша ухудшается. Ухудшается, а при этом еще и скажу вам больше. Кофе с молоком это уже еда для нашего организма. Это не питье. Вместо обеда используем. Да, и оно, можете себе представить, что... В общем, нет. Кофе с молоком нет. Один короткий вопрос и ответ просто да-нет. Если мы настоящее молоко заменим на ненастоящее, станет лучше? Нет. Все, спасибо. Нет, только чистый, ароматный, вкусный кофе. Светлана, все понятно. Огромное вам спасибо, что пришли и рассказали об этом.